Всем привет, друзья! Мы снова с вами играем в Хардстоун. Немножечко потренировали мы Соломию, как вы видите, по рангу. Собрали непобедимую колоду. Ну, не то, что непобедимую, но, по крайней мере, она необычная. Нас пока съел из 12 игр, или из 15 игр, нас победил только Мурлочник. И Жрец. Жрец однажды, не помню, чем он играл, и Миракл Рога. Ну, Миракл Рога и Мурлочник, сами понимаете, они зависят от карт, которые им выпадают. Если все выпадет хорошо, то скажите мне, кто побеждает Мурлочника, которому зашли карты идеально. И я скажу, кто вы. Лжец. Предвидя кучу непонятных комментариев и дислайков, сразу спрошу всех, кому что-то не нравится, чтобы они написали, что вам не хватает в видео. Гоха. Гоха. Мы уже играли в Гоху. Гоха. Гоха. Или нет. Это был другой Гоха. Не знаю, не помню. Сокрушу тебя. Оба убираем, да? Да, 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 и казнь тоже нафиг. И казнь убираем. Да, нафиг нам казнь. Хорошо. Нашли к нам казнь на добрый. Да, колоду потом покажем. Колода, конечно, не абсолютно оригинальная, в ней стезера, какая-нибудь там и кровавый влой, но, по крайней мере, такой колоды я ни у кого не видел, и ее мы создали, переработав пиратскую колоду. Сделав прикольную пиратскую колоду, мы из нее сделали эффективную пиратскую колоду. Правда, она уже потеряла свою пиратскость. Количество пиратов уменьшилось значительно. В два раза, примерно. Берсерка. Да, черт его знает. Берсерка, мы сыграем этот чел, понимаешь, по нам ударится. Чел, как засломал все планы вообще. Ну, смотри. На оружии нас пока, хотя, ну, можно на следующем ходу сыграть оружие, но тетка он все равно убьет. Тетка он убьет, да. Просто щит поднялся. Да, поднимаем щит, чем. Ну, это, видимо, против нас рашящий воин. Против, конечно, такого 2-3 очень хорошо зайдет секира. Она убьет его, вы получите 2 дамаги, и у вас останется еще целый заряд оружия. О-о-о. Ну, что, мы получим, конечно, дамаги. Ну, это колода, типа, моей. Но сейчас мы очень эффективно сделаем... Что? Ну. Ну, у тебя мышку уже вправе... Э-э-э-э, убью! Ну, монетку и... Какую монетку и... Что ты им... А-а-а... Стоит посмотреть в колоде, и мы находим рассекающий удар. Да. Мы тщательно рассекаем за 2 маны. Никого у нас крутого нет, то девочку ставить не будем, поэтому нафиг. В следующий ход мы с монеткой можем поставить арканитовый жнец, сделать очень сильную девочку. Против нас, видимо, какой-то пробиватель. Вот такой колодой я играл. О, вторая девочка заходит, так что в любом случае с монетки стоит сделать арканитовый жнец. Вот бить ли им, бить ли им, не знаю. Наверное, бить, потому что если есть кровавый вой. И еще оружейница есть. Да, еще оружейница есть. Видимо, это моя вот колодца воина, за которую я играл месяца 3 назад. То есть там всякие пацаны, которые разгоняются. Да, вот типа всякие служители боли. Да, смотрщиком его насматривают. Получают так карты по-хитрому. Так. Ну что же. Что же делать? Девочек он от этих вот очень эффективно убьет. Он их бьет. Но он одну убьет, точнее. Ну что же. Одного пацана можно у него убить, в принципе, с руки. И поставить девочку и Берсеркера, например. На, как тебе сказать? Сначала девочку. Девочку. Потом, да. Ну, не знаю, либо двух девочек. Короче, одну точно ставим девочку. Да давай, двух девочек поставим, что нам тереть. Двух девочек ставим. Двух девочек. И бьем. И бьем вот эту пусть боли говорит за меня. Ну, того чувака, который их убивает, по сути. Потому что... А, все. Мы с удовольствием, конечно, этого поставим. Просто сейчас этот парень наших девочек не пробивает. Они у нас такие. Вон, лифчик торчит вовсю. Симпатичные. Вроде как. Ну, наведи. Ну, так. Для моря, для моря. Ружиковатый чуть-чуть, но зато может держать топор. Или что-то не в руках. Да это ружье, мне кажется, нет? Ружье? А, да, ружье. Да, он нанес два урона. Но ему, конечно, хочется добить наших бедных женщин. Сейчас он разменяется. Похоже. А, вихрь. Ай-яй. Вот, гад. Да, и разменяется с обеими. Очень жаль. Очень жаль. Зато он-то сколько карт потратил. Да, карта чё-то, карта ничего не стоит. Так. Так. Оруженицу? Нет. Да ничего делать. Казнь тратить нежелательно. Поэтому мы... Берсеркера и насмотрщика. И что это нам даст? Ну, мы Берсеркера прокачаем. Что же теперь? Ну, можно её убить. Двумя ударами. Можно оруженицу её. Оруженицу её. Можно оруженицу и челом её убить. Но стоит ли нам торопиться? Наверное, не совсем. Так. Можно сыграть Берсеркера, например, и... Так, Берсеркера этого нет смысла. Разменов значит всё равно особо не будет. Ну, давай убьём, что ли её. Сыграем оруженицу. Долбанём по ней. И сыграем. На неё. Ну, потому что она сейчас... Ещё сейчас он что-нибудь сыграет. Там ещё что-то. Мало ли что. Всё, добили, добили. У нас два существа настали. Замечательно. По хп мы, конечно, проигрываем. Но у нас есть очень сильно лейтовые карты. А в наличии этих лейтовых карт у него я сомневаюсь. Ну, и казни. К тому же тратить против такого разгоняющика не очень хочется. Правда, двух своих надсмотрщиков он уже потратил. И поэтому у него осталось только две внутренних ярости. Помнишь, да? Замнормадная. Вот. Ну, это, конечно, такая читерная карта. Но она довольно ситуативная такого пацана. Всё-таки по-любому у него есть оружие. Да ты задолбал своей бронёй на заказ. Чё, опять вихарь. Ну да, раз есть эти девочки, значит, ну есть оружие. И наличие... Я не знаю. Нам бы и блок не помешал, кстати. Фиг ли я? Да я вам мужчину, что ли, на миллион? Я не знаю. Ну, наверное, нужно тетку убивать. Ну, тогда мы ему два щита дадим. Да? Ну, фиг ли, ставим версеркера. Бафаем его неплохо, довольно-таки. Ну, добиваем бабу. Так. И так. Версеркер у нас получает пять магий. Ну, и блок щитом делаем. Зеленямс. Очень хорошая тема к кровавому вою, конечно. Можно дважды по лицу долбаных туда восемь. Можешь 16 дамаги им нанести. Угу. Ну, у него, конечно, 39 хп. 39 хп, да. Ну, у него оружие не выпадает. Получается... Ой, ё-моё. Арканик нижнец. Сейчас. Ну, ему, в принципе, не жалко. Ему не жалко. Разменил. Ну, молодец. Так, ну чё, если мы ставим нашего вот этого вот «не могу больше ждать» и бьём девочку. Сколько у него? 9, да, хп у него? Ну, иди, на. Не могу больше ждать. 9 хп. Ну, в принципе, нормальная тема. Правда, он может его казнить, с другой стороны. Ну, казнить-казнить. У нас лайтовых карт много. Давай. Хп у нас довольно много. Ну, девочку убиваем. У нас 99 хп. Конечно, конечно, он может нас казнить. Наверное, неприсуемым действием было бы пробить ему по лицу. Хотя, с другой стороны, сейчас его казнить, наверное. Даже в такой колоде сердца зверя, это, конечно, жесть. Честно говоря, я первый раз такое вижу. Неплохо пацан подготовился к сердцу зверя у него. Да. Сердце зверя, говоришь. Ну, ставим, наверное, зеро, чё. Я сплю. Да, интересная учила колода, надо сказать. То есть, есть разборщики и есть при этом сердце зверя. Кошмар. На улице Вязов. Кошмар нам нафиг не нужен. Лучше бы сейчас пробуждение зеро лучшей карты было бы. Пять дамаги всем, кроме зеро. Ух ты. Чё, он зеро говорит? О, у нас такой парень тоже есть. Мы, конечно, его сейчас убьём. Будет зеро сбивать. Да. Не, ну он 8 хп и оставил, чтобы если Рагнарас... Рагнарас по герою, конечно же, ещё ударит. По герою, по герою. Бля. Кровавый бой. Не, ну понятно, что мы его убиваем. Понятно, что Рагнараса мы убиваем надсмотрщиком. И казнью. И казнью. Но только не знаю, может быть... Может быть, до этого надо Берсеркера поставить. Чё мы будем делать? Ставить Берсеркера, что ли? Бафать Берсеркера, да? Но он, правда, Берсеркера убьёт. Да, блин, он всё убьёт. Мне кажется, конечно, нам ГГ. Почему ГГ? А почему нет? Всё нормально. Всё, пока всё в пределах нормы. Ставь Берсеркера, ладно. Долбай. Нормально, если бы мы вот сейчас этого не могли добить. Не, ну, конечно, у меня сердце зверя. Это такая переломная карта. Часто после неё заканчиваются игры. Так, ну всё, заканчиваем. Жалко, конечно, что сейчас тем гадом добьёт. Возможно, стоило взять кровавый бой, конечно. Ну, то есть, сейчас он челом ударится об нашего, дронит себе карту. Но зря он так сделал, потому что он Берсеркеру дал две атаки и получит две дамаги. Ну да, он две дамаги лишних по лицу получит. Тебе пригодится. Оружие. Ну что же. Так, нам бы очистить себя огнём, конечно, не помешал бы. О, секира. Мечта хозяйки. Да. Так, ну что. Ну не знаю, наверное, секиру плюс зеленямца. Так, что дальше будем делать? Ну, кошмар нам пока не нужен, правильно? Ну да. Даже не знаю. Даже не знаю. Да не, ну, с руки убиваем бабу. Это очевидно. Ну, разменяться, наверное. Карты ему типа давать. Чтобы он не казнил зеленямца. Но он всё равно с руки может его ударить. Да не, наверное, лучше по лицу бить. Чё? Щит поднимаем, да, по лицу бьём. Ну, такой нестандартный оппонент. Скажем так. Так, это вам не Мир и Калрога какая-то? Который либо два потрошения Хладнокровия Дженкинс, либо вообще Дженкинс не выпал, и вы думаете, а где моя карта вообще? Ну, то есть, если реально не выпадет Дженкинс Мир и Калроги, она... очень недовольна. Да, вот сейчас я понимаю, что стоило бы разменяться. В данный момент. В данный момент я согласен. Не надо было меняться. Ну. Ёшкин кот Грул! Грул, ты ли это? Жесть какая. Ну, убиваем его карфюнским воином с этим. Кошмар, да! Грул! Ребята, грул! Жесть какая. Эээ, так. По лицу щит поднимаем. Поднять щит потом получится? А, нет. Подбирай. Зафигляем. Грул! Грул у воина. Ну, парень, походу, пихнул все свои легендарки, какие у него были. Все, какой-нибудь Милхаус, Монашторм. Тоже нормально зайдет, в принципе. Грул! Фихарь. Добьет своего этого чела, чтобы карту дробнуть. Да! Ну, он реально так говорит. Нет, в смысле, ты зря. Ты обычно у нас не сдаешься никогда, а сейчас у тебя непонятно и упадочное настроение. В смысле, по картам все одинаково. Единственное, он надровал до чертища, а у нас куча карт еще. Долбай! По лицу! Войн! Броня! Какая стратегическая разница сейчас между нами и им, что мы им проигрываем? Ну, уже особо нет. А хп фигня! Хп фигня, в смысле, если у него было 41, хп это было очень весело. Да хоть 200. Видишь, он еще сейчас себя ранит. Секира ему выпала. Тут вдруг. А так жалко, на самом деле. Чего бы он не призывал, но бы своим кровавым боем убивали. О! Супер! Отлично! Нет, подожди, думаешь так, что ли? Ах, что делать? Можно просто подождать, конечно. А зачем? Ну, чтоб секиры, типа больно. Ну, ладно, давай. Секира я сейчас. Я сейчас больно пробью, а что? Ну, да, ладно. А кого мы сможем прокачать секиры-то? Все-таки уже ушли. Ну, ставь же, нет, стада хотя бы. Ну, блин, это, конечно, дикая тема. И, конечно, хотелось бы с зеленьянцем сначала, но зеленьянцем... Зеленьянцем мы тогда просто поставили, и он на него карты истратил. Хотя, конечно, стоило бы, наверное, зеленьянцем, что ли, бафнуть. О, а мани тут вдруг пришел. Ну, по хп мы его уже выигрываем, кстати. Ну, сейчас паритет. Паритет. Человек секира. Ну, и хорошо, там могли быть... О, блок щитом. Отличная тема, игра. Я не могу это сделать. Да можешь, ты врешь, все. Красная. Верь в себя. Красная морда. Как раз по мани все. Все, все, все. Укладываем все. Ну, фига, добивай, а мани. Зачем мы мани на столе? Не, ну, Рагнарос это хорошо. Если, конечно, это у него не у меня сердце зверя, а у него может быть и так. Сердце зверя. У него может быть сердце зверя. Вперед! За родину! За зеленого Сталина. Сейчас мы его очистим огнем. Долгая игра. Очиститесь огнем. Очищаем всех огнем. Ну, давай, добьем этого наглого бабу. Наглого бабу? Наглого бабу добьем. Я, конечно, не знает. Представляешь, если у него... Представляешь, если у него два опытных охотника будет? Тогда просто удаляй. Вот просто удаляй. Если сейчас будет опытный охотник, то просто удаляй. Ну, два опытных охотника в колоде у воина? Что, казнь, что ли? Казнь. Блин, знали бы мы по лицу, били бы. 5 хп угадать. Ну, все же, сейчас 7 будет. О, о, держи, это тебе пригодится. Это тебе пригодится. Ну, что, пригождаем ему по лицу. Вот это битва воинов. Давненько я таких игр, честно говоря, не видел. Два наркомана играют. Да, сколько у меня? А, ну, блин, это не то время. 22,50. Ну, и можно в этом посмотреть. В родкастере. 17 минут. 17 минут играем. Воинский. Причем, причем, оба не терповойны. Я понимаю, когда два терпилову. О, не беспокойся, душа моя. Гороз, ты недостоин править ордой. То есть, это, понимаешь, да? Да, да, да. Ну, а думаешь, что это бить? Ну, ладно, ну, видимо, стоит. Ну, просто куда бы у нас это оружие делать на следующий год? Вдруг у него провокатор с двумя хп. У меня скоро кончатся карты, а у нас-то их дочертища. Транжира. Красномордая транжира. Тебе пригодится. Да не пригодится уж, забей. Сейчас раз, еще один Рагнарас. Мужики? Мужики, а ты говоришь, это я у тебя научился никогда не сдаваться? Не, ну, по сути, на самом деле, никаких таких, прям, этот, диких моментов не было. Вот когда вышел Рагнарас, а у нас не было Каркронского воина, это было, конечно, не очень. Тогда мы стыканули. Да, ну, я не подавал виду, я такое-то все по плану, все по плану, я тут Каркронского воина подмешал. Не, ну, на самом деле, Каркронский воин плюс кошмар. А, Грула, Грула они убили. Рагнараса мы убили казнью этим. Нестандартная игра, не знаю, как вам, но мне она действительно понравилась. Потому что игра шла оба нетерпилы, то есть, ну, есть терпилы, воины, которые там играют до каких-то диких тем. У него там всякие амани и так далее. И при этом, вот, кстати, до стрима у нас, пока Соломея переодевалась, к стриму. Чем отличается стримера девушки от стримеров парней? Ух, казнь не бери. Девушки переодеваются еще. Мы убили Рашера, ну, Зоо, Зоо Лока, Гулдана Рашущего, за 4, по-моему, хода. Четвертый ход закончился тем, что у нас было 4 существа на столе, а у него 0, и он понял, что как бы вроде он у нас Рашет, а у нас и Зеро, Рагнарас и этот. Да, ну, у меня сердце зверя реально было, шокировало меня это сердце зверя. Ты меня дежавю. Да, 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 ну, сейчас у нас Секиро есть, Зигиро, давай Секирнем его. Тогда, правда, был раздвоенный, раздвоенный удар, тоже неплохо. Нормально, сейчас, смотри, кого бы он не поставил, скорее всего мы поставим Амани и разменяемся. То есть, у нас Амани, ой, не Амани, точнее, разъяренный Берсеркер. На, Версеркер. Ну, конечно. Так, триманы? Что это такое? Что это такое? Уборщик. Уборщик. Золотой. Золотой. Золотой уборщик. Ну, да, наверное, что, конечно, из него вывалится, еще там маленький пацан, ну, что делать? Келкин. Финишкин. Плохо, конечно, что этот вывалится, но мы не могли сказать, чувак, не вываливайся, задесь обратно. Залезай, да. Ну, сейчас посмотрим, что он... Ой, это сейчас микрофон оборвешь. Ты тут, давай, тут без трюков, ты же не пикачешь. О, не, нормально вроде. О, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я боялся, что он лакером будет, если бы он сюда кичína жалとか, правильно? Было бы неприятно. Так. Теперь ему неприятно. Ну, я бы не сказал, что ему прям дико неприятно. Ну, все ли, приятного мало. Ого. Ого. Кинжелиста что ли убивать. может его рывком убить нужно кинжалеста убить рывком но тогда проблема в том что все равно нашего это чела убьют другой стороны можно реально этот кинжалеста убить рывком например а эти а эти полицу долбанут да 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 он сам пусть разменивать себя не жалеть то лучше убить потому что он задолбает нас вот и на шестерку по лицу пусть он трижды подумает прежде чем дровать карты дальше то есть мы практически заставляем его самого размениваться конечно может быть может быть у ножек души сделать но тогда мы не получим 4 дамага в лицо от ожога души так что у нас есть два блока счета мы можем не торопиться никуда этот плохо но он бабу спас бабу спас не ты бабу спас ну зато он долбает все по лицу так нормальненько но и нам тоже но пока хп у него меньше надо сказать правда ситуация на столе не обнадеживает пока блин я не знаю даже блок блок 2 блока сокровища не надо сокровища конечно конечно сокровища в смысле заставляем его размениваться либо убиваем волка на встрече ход либо он сейчас арчу там можно было можно конечно женицом махать каждый ход но это тоже задолбаешься махать на самом деле лицо быстрее треснет если сейчас он не убьет его но он его убьет можно можно быстро не продолжать против рашеров на самом деле все зависит от того немножко будет зависит от того насколько много вам придет провокаторов пиратов этот сожалению золок оказался проворнее прошлого но и так всегда на видео ты такой ну бас а без видео ты весь такой чемпион оружейница и бабу но придет туда оружейницу бабу конечно выбиваем волка причем среднего волка потому что он дает бафит волк бафит крайних то есть волк бафит двоих все закончили но конечно все слабовато но с другой стороны не так уж все и плохо ну то есть десять следующий ход можно зеленянцы 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 и щит поднять то есть но зеленянцы нам сделать 32 оружие можно будет пушкой махать очень долго разменялся любой размен хорошо и сейчас он нам тоже разменяется 64 но исходясь он разменяется тоже знаешь 6 до маги в лицо не получить это уже да это уже неплохо ща бы нам конечно надсмотрщика или казнили надсмотрщика одной из четырех карт блин нам рывок прошел блин блок и рывок так ну давай думать и у нас два варианта либо брать зеленянца убивать волка поднимать щит получать по лицу либо ну и ждать что на следующий ход что-то плевая придет или там вот этим челом опытом с рывком убивать 5 дамаги мы точнее получим цена вопроса 5 дамаги то есть что один ряд зеленянца у нас то есть стоит существо на столе ну мне больше нравится хотя очень нравится блоки с рывком блок с рывком потому что мы рывком все равно убьем волка хоть зеленянца хоть рывком да ты рывком хочешь волка убить а с руки убить того чего вредного ну давай давать не твой вариант лучше давай сначала блок делаем да мы никуда не торопится блок вот подожди подожди жалко ну то есть блок нам опять таки мог дать либо кайф либо это давай этим убьем да волка волка из руки убиваем до более-менее нормально конечно конечно возможно если тлен ликтвена который добьет нашего даст ему еще одну карту это конечно будет не очень ну что делать всегда есть какие-то риски не забываем что на следующий ход мы можем сделать отца короче позвать он волосатый в отличие от проэпилированного приятно не фига себе он его и и вот он аж трещит но с другой стороны не так все и плохо потому что давай все заканчиваем ожог души что ли у него есть думать из них довольно так и лучше меняемся когда будешь до меняются краска сюда конечно божнец и мучить поеду жнец слишком хорошая тема давай нет жнец и еще и по лицу долбанил на самом деле хп у него тоже не очень много зависит от карт которые мы придут одинокие три легендарки лежит на но включающий любом случае сейчас что-то вызовет мы граммашем скорее всего до ульдом что этот с руки убиваем граммашем добиваем защищает я говоришь так а чё по поводу добить его вообще если такой же местный ряд нас попадет по нему ну чё нужен добьем так ну чё в любом случае нам надо убивать этого причем не с руки значит значит мы долбаем по провокатору ставим я не могу больше ждать надо больше ждать и убиваем пивова он не может ждать ну послушаем он он не может больше ждать какой-нибудь опиливать добьем и получается что противника заканчиваем противника очень такая интересная тема если он его сейчас не добивает либо нас либо его если он не добивается своих двух карт то он умирает потому что 10 хп а кровавого мы с чем убьем провокатор мы и что он нас может убить ну не знаю с трех карта за провокатору наверно поставил провокаторы и думал что спасся ну все наверно ггг хотя ух ты тики какой 25 процентов против я против берем кровавый бой сначала не сначала убиваем убиваем 24 поднимаем щит лицо трещит так что у нас было восемь хп осталось восемь хп нормально не но этот конечно аргус аргус нормально ему так помог хотя по сути мы все равно не добивали такие нестандартные довольно таки игры ну ну все сейчас если чел не это то то я объясняю как всегда максимально кратко он сейчас на этом ходу все решается либо он нас добивает либо мы ему довольно сложно добить учитывая 33 провокаторы чертов провокатор блин аргус конечно вообще пришел вовремя ему но бы сейчас убиваем щит рогната счету думать там сейчас либо гг его все равно все неплохо ну давай 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 снайпери 1 1 1 1 на круг границ then где глаза ну ка наведи на него где давать очки рагнара су рогнался как смотрят было большое глаза там ну реально проблемы со зрением нему тут как бы извините не ну тут про тут тут просто удаляет взял взял выпало с одной картой у него выпало тот чел Не пусть freakin так только так Просто удаляет Ну, без поражения не бывает побед Но это вообще дикое У него, конечно, чел выпал Вот этот, объясняю Если вы добавляете в свою колоду стражу ужаса Страж ужаса выкидывает вам две карты Ну, его, чтобы вызвать Он выкидывает две случайные карты из вашей колоды Если вы его добавляете в колоду И вам на первом ходу попадает страж ужаса Это минус одна карта, по сути Которая лежит и постоянно вам хочется ее использовать А вы выкинете две карты И это вообще, на самом деле, дикая тема Я даже очень часто за улоком Если я играю за улоком, то я часто играю без них Потому что они очень... То есть они идут, идут там Все нормально? Да я боюсь жрецов Не бойся жрецов Да что, он с вами убил обрызг такой И что? Страшный Ну, давай, знаешь, шедут Что? А, это была законченная мысль А, все? Не, ну казнь уберем, точно Насчет этого чела, не знаю Может, типа, ждем оружие Давай бабу оставим этого чела Ух ты, нормально У нас четвертый ход Четвертый ход мечты Не, ну во-первых, у нас Мы бабу на третьем О, хорошо загранил О, да, в лейт уходим Ну то есть, реально, страж ужаса Который заходит вот так Вот это реально удаляй Но Когда человек так играет Он как бы Говорит, что Ребята, я могу очень сильно облажаться С большой долей вероятности Кто таранен? О, началось Кто таранен? Кто таранен? Кто? Кто таранен? Кто таранен? Ты таранен? Ну это хороший ход за жреца, конечно Что не говори Кто таранен? Так, ну че Что мы делаем? Мы, наверное Мы, наверное Ставим Ну смотри У нас два варианта Либо на следующий ход Ждать бабу И И Ставим Берсик Да? Да Уверен Да Ну, он может Ну, ставь, ставь Он может нас сильно законтрить Карты убить существо С атакой три или меньше Но он всегда может нас С этой картой законтрить По сути Так что Просто сейчас что будет Если он нас ударит И похиляет себя Ну, его цель ударить И похилять себя Тогда у нас Нам сделать Берсеркера 4-3 А ему это очень невыгодно Поэтому он не будет нас бить даже Сустретий ход Мы пролистываем Видеоблок щитом Пьем по мордасам Блин, ну ладно Ты сказал Подпускал по лицу Ну да, да, да Надо было по бабе бить На самом деле У нас бы так получился Четыре Это Мой фейл Да Не то сказал Лол Где он его взял? Ума спер Ух, мой Моя ошибка Дорого нам обошлась О, ну он пришел еще раз Отлично Спасибо Так, ну что, можно Рассечь И что тогда Получится Да, наверное Можно бабу Собирать Оруженицу Я, честно говоря Давай растекаюсь И подниму щит Зачем? Блин, ну конечно Пипец Получился Бред Так бы ему удали бабу У нас четыре дамага Было Такого бы не было Ну давай Уроженницу И убьем этого чувака Оставим И оставим Красавицу Эту, как ее Клирика Ну блин Он хиляться Будет карта дробить Хотя на таком ходу Уже пусть хиляется Так Ладно Наша цель Берстеркера набафать Типа так С руки убьем Получим четыре дамаги Проследующий ход Уже секира Арканитовый жрец У нас Бы Я бы Бы я Ладно Ай пофиг Рассечем И Рассечем Ищить поставить Тоже теперь Конечно он сейчас Там может Протелять ее Все дела Ну фейл 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 Есть фейл За фейл Мы наказаны Правильно? Правильно Ну сейчас Можно сделать Арканитовый жнец И бесплатно У жуткого корсара Он сейчас будет Исцелять Дровать карты Ну карта у нас И так вроде Довольно неплох Поднять щиты Ну поднять Да хоть опустить Нормально Дрованул Так дровну В принципе Какой-то выженец Корсара Убиваем Конечно же Убиваем 1.5 Вредного В общем-то Вот мы ее Забрали По сути Она одна Дровнула Одну карту В принципе Ничего За 3 Манны Она дровнула За 4 Манны Она дровнула Одну карту Ну ладно Ну она Сама себя Редровнула По сути Сейчас мы поставили 3-3 Ему меняться Не с руки Поэтому он Скорее всего Пропустит ход А мы поставим Разъеленного Берсеркера И убьем ее А сейчас он еще Что-то сильное Поставит Но с руки Убьем Ах ты гад Слизнюк Слизнюк Откуда Вообще Что-то кадры Вообще Там достаются Откуда Эти люди Которые Берут Слизнюков Где Чо Как Где Так Ну фиг ли Ставь Берсеркера Подожди Если мы возьмем Оружие Что мы Получим От этого Какой-то Профит Но мы можем Тетку поставить Оружие Тетку Да Оружие Но мы можем Сограть Это оружие Тетку Даже так Да Даже так Можем Что же Теперь Это оружие И тетку А на сколько 2-2 Нам надо бы Берсеркера Сейчас бафать На самом деле Чтобы слово Тьмы смерть На него использовал То есть нам надо Бафать Берсеркера Сейчас Поэтому 3-5 Мы можем Что сделать Ну любое оружие Поставить Наверное Давай Что Хотя мы можем Не ну смотри Нам по-любому Надо ставить Берсеркера Хочу Хочу Берсеркера Хочу Следующим ходом Мы Можем Растекающий удар В общем-то И мы неплохо Его Разгоним Сколько ему Дадут Давай Давай Хотя подожди Нам Не-не-не Так Ставь секиру Убивай Слизняка Слизняка Громаши Правильно Правильно Же Ну Юзы Слеза Ой Что это Такое Устеление Оригинальненько Что это было Но Это Тетка Все хилы Превращает В дамаг В общем-то Этим И занялась Так Ну что же Ставим Девочку Мальчик Мальчика Девочку Мальчика Конечно Так Мы можем взять Карту Кстати Может быть Карта Нужна ли нам Карта Можно взять Карту Конечно А можно Туда же Оруженицу Сыграть У нас Лишнее существо На столе Так Давай Размениваемся Берем Оруженицу Не знаю Тоже не очень крутой ход Наверное Ну что У нас Лишнее существо На столе Типа Мы доминируем Все дела Ну Это Конечно Сильный ход Круг Исцеления Все дела Четыре Дамаги Всем существам Но С другой стороны Он убил Две карты Двумя Картами Единственное Что мы Кашин ту бабу Тоже Атаковали Но Не так страшно Ну по сути По сути Это сильная комбинация Была убийством Двух карт Двумя картами И не сказать Что это прям Супер круто Я все жду Пока он Слово тьмы смерть Потратит на всякую фигню Честно говоря О Дождался Дождался Вот это замечательно Мечты сбываются Практически Газпром Что ты будешь делать С Рагнаросами Уже Твое дело Ну может Они у него Еще есть Пролист Ну у него две Максим Пролист Ну Хотя у него Может быть Майн контроль Сейчас какие-то Пацаны Пошли Нестандартные Это и хорошо И плохо За две Я могу Гладить Мелодию С двух Доставь В чем Бей по лицу Всем Что надо Всем что есть Бьем Бьем Наконец-таки Мы расчехлили Его Белобрысую Морду Достали Достали Иначе Уже Напасить А не Мы ее не расчехляли Не по-моему Один А По лицу Так что Да-да-да-да По морде По мордасам Наши знаменитый По мордасам Ах ты гад Спер Лекаря Твой лол Еще ему Полечит Задолбал Так Ну что Давай Делаем Рассекающий удар И смотрим Что получается Так Ну что Бьем Бьем Этим Казним Казним Размениваемся Ей Да-да-да И По лицу Секирующий Секирующий Да С ней Слизню Пусть он Лучше Это Убьет Чем Арканитовый Ужнец И кровавый Вой Хотя Конечно По картам Он Да У него Картишек Тоб Побольше Будет Немножечко На Пять Чуть Чуть Чуще Слово Тьму Больно Больно Таких слов Больно Нам Ничего Не играет У него Карта Много Да У него наверное Майн контроль Очень Неприятно Ставим Ну Щита у нас Неплохо По хп Мы вернулись В исходное Состояние Единственное Меня пугает Что у него скорее всего Есть майн контроль Учитывая Что ты такой Нестандартный Парень На майн контроль Это значит Кумент Забирает Нашу карту Здесь Нет больше Жрит Который Сварит Нашел Пацана Сокровищами Да Супер Карта Приходит Ну Фигли Бей пацаном Убивай Его Не Поняла Мы Просто Полицей Да 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 Не Подожди Клюзим Это Смотачь Убей Его Карту Нам Да Давай Прискнем У него Конечно Может быть Майн контроль Но Что делать Не Играть Легендар Что Ли Оружие Всех Тучи Играть Мало Я Су Есть Майн Кон Давненько Я Не Видел Майн Контроля Он Есть Ну Что Ставим Молимся Ты Молишься Так Молись Своим Богам Заканчив Че Если Верят Они Там Ну Посмотрим Как Это Рагнарас Этот Этот По лицу Бьет У нас Рагнарас Рагнарас Подслеповат Товарищ Рагнарас Сейчас Убил Бо Этого Не так Больно Будет Но Все Рагнарас Не так Больно Рагнарас Может Убить Он Может По-другому Убить Вообще Как-то Неприятно Ну Как Много Значит Много Возможностей Убил Сильвану Захватил Нашего Рагнарас Фига А у Сильваны Пресмертных Захватил Существо И по Нам Еще Палят Да Нестандартный Пареню Что Еще Сказать Тут У нас Рывочек Такой Ну Мы Всем Привет У нас Рывок Да Мы Кстати Почти Его Добиваем Почти Раньше Добьет На самом Дель Может Еще Выживет Как Она Если Рагнарас Не Пальнет На него Еще Карту Когда Часы 12 Бьют Так Молимся Да Бесполезно Кровавый Бой Это Все Из-за Чего Из-за Чего Из-за Того Что Мы Тогда Ударили Наше Лицо Разорвалось Да Не Очень Эффективно Без Стрима Мы Играли Лучше Без Действительно Хватит Хватит Нельзя На Видео Хавать Можно 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 Не Слушай Пакет Все 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 Забей Забей Раздавил Все 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 Терпи 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 Казак Атаманом Будешь Добре Сынку Красивое небо Да Фиолетовое Что за Обманный Маневр Так Победа Смерть Ну слова Нужно Вычеркивать Его Не Наверное Его Наверное Оставить Оруженицу Оруженицу Туда Не Ну Смотри Вдруг Он С одним ХП Сыграет А мы Тудыч Бомбанем Надсмотрщиком И у нас Еще Следующее Существо Которое Готовое Выевать Рашеров Сейчас Больше Хотя Может Ты не Рашер Понятно Рашер Рашер Мы его Не убьем Как-то Паром Сейчас Убьем Добаром Ну то есть Получается Что у Обоих Сейчас Минус 3 КП Единственное Что у Нас Еще Один Заряд Оружия У нас Есть Насмотрщик Насмотрщиком Ничего Не страшно Любой Однохитовый Пацан Отдается Как Огурцан 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 Огурец Он себе Нанес Уже Присундровать Карты Будет На самом деле Не так-то Сложно Убить Рашищего Варлака Главное Главное Очистить Солнечный Каланд Ух ты Угодина Очищай Очищай Че бить будешь? А че я стесняться Ух ты Так Рагнарос О Играем Сразу Играем Верняк Ну 5 И он 5 Верняк Может быть Наверное Меняемся Меняемся Наверное Меняемся 3 2 Ну Ладно Убиваем Убиваем Типа оружия У нас то есть Чем заняться С другой стороны Так бы карта стояла Так 2 хп У нас есть Так что Насколько моя морда Видна Не очень Нормально На 3 четвертых Видна Смотреть лучше На девушек Без софта Наплодил Бесит Так Беси Так Ну че Рассекать особо Смысл Ксю смысл А Есть Есть Смысл Что будет Если мы рассечем Мы отсечем ему голову А теперь в бой идет Такой О Молодец Догадалась Ну все И скоро Скоро Соломи в легенду Да Акция Каждый Соломи в легенде Каждый Легенде По Соломи Ну нет Не отдам Не ну Вы конечно Смерт Там долгие Игроки Фордстон Твоя какая там Игра Наверное 20 Так что Новичок Новичка Учим О Арканитовый Пипец Хотя Можно Ну че Ничего Ну че Так Можно Надсмотрщиком И разменяться Можно Ну то есть Каркронский Каркронский Наши варианты Короче Каркронский воин Меняемся Либо Арканитовый жнец Меняемся Оба варианта Неплохие В принципе Поступим Удачный Ценый Давай же Нет Жнец Огурец Добиваем Просто Каркронский Возьм Да Подожди Да Мы так Получим И добьем Этого Хотя Можно Небивать Конечно Да Давай добьем Все Зачищаем Один хп Заканчиваем Один хп Дает В конце Каждого Хода Существу Случайно Дает Один хп Ну в общем Не так страшно Тема в том Что если Каркронский Воин Остался Одним хп Возможно У него Здесь Какая-то Карта Была Точнее Ликтлена Возможно У него Был Раз Он Эту Карту Не тратит Она Возможно Ликтлен И поэтому Каркронский Воин Ой Он Покажет Все Что Скрыто Будет Без Четыре Так Ну Вот Шуд Веду Шуд Веду Ну убить Этого Наверное Убить Этого С руки Ну не с ноги А потом Кого В этом Каркронский Мы убиваем Без Значит Сначала Поднимем Щит Зачем Нет Щит Щит Нам Без Разницы По сути Но Всегда Так Средненько Так Каркронского Убивай Беза Чтоб он У нас Не бесил И оружие Наверное Хотя Подожди Че Следующий Ход Давай Щит Поднимем Щит Никогда Не помешает Утем Может Стоило Пушку Ну 7 Че 7 Маны Если Следующий Ход Был 8 Маны То Стоило Брать Пушку Потому Что Мы Брагнар Поставим Следующий Ход 7 Маны И Поэтому Вряд ли Что 7 Ну У нас Нет Ни одной 7 Мановой Карты Скажу Больше И Поэтому Нет смысла Скорее Стоило Ну Не знаю Про Таких Щуплых Существ Странновато Ставим Посмотрим Если У нее Лег Тлена Надеюсь Нет Ах Ты Щит Аргуса Мне Всегда Не Нравился Конечно Очень Очень Тогласивная Карта Хотя Многие Его Уже Уже Не Ценят Но Я Не Из Так Так Думаю Либо Оруженицу С ним Или Оруженицу Нам не Нужна Ну Вой Не Позволит Нам Поднять Щит Зато У него Куча Куча Зарядов Мы Поставим Корсара Вместо Щита Да Давай Вой Жуткий Корсар Размениваемся Конечно Ж Размениваемся Следующий Ход Может Ставить Рагнарс То есть Мы В любом Случине Скорее Сего Зачистим Его Стол Надеюсь Вроде Как Возможно Есть Шансы Может Быть Не Исключено Как Вариант Вероятно Это Случится Да Лол Блин Задолбала Свои Провокаторы Лол Масс Фигня И Сейчас Ты Уже Смотришь Такой Рагнарс И Гудешь А Нужен Виток Блок Худшая Худшая Валуя Дает Какой Ну тут уж Извините Какого Какого Рагнарса Завезли Такого И ставим У него Картина Сейчас Дробь У него Победа Победа Будет Меняться Что Почему Может Вполне Не знаю Ну и стол Поменять Да Будет Менять Потому что Мы его Убьем Может Быть Наш Рагнарс Ну Не все Знают Что У нас Так Рагнарс Ну Что Дерзко Налетаем Блок Читом Блок Читом Смотрим Что Приходит Карса Ик Пришел Кроводин Дал Провокатором Поднимаем В общем Неплохо Получается То есть То есть Хорошо Что У него Нет Карт Да И у нас Есть Оружие Насколько Там У нас Есть Оружие На 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 Четыре На Четыре Оружие У нас Есть И Ну Что Это Топ Дек Эту Карту Это Мне Кажется Это Моветон Вообще Не Ну Что Это Такое Общение Изменяется С ней Ну Топ Дек Эту Карту Реально Моветон Ох Халпай Брис 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 Поднимающий Если че Сейчас Если че Мы этого Специально Не убивали Чтобы Если че Рассечь 2 хп У него Дровать Карты Он не может Рассекающий Удар У нас Есть Ну конечно Сейчас Мы знаем Этих Зоо Локов Они Там Сейчас Чуть Широк Штанин Тодаст С дубликатом Какого там груза Бесценного Ну и че И дальше А дальше Ёшкин кот Все Дурак Не ну типа Он не пробивал У нас Типа У нас очень много Хп Все дела Ну какой-то Такой Он очень Ну все 2 на 2 Да 2 на 2 Хороший Хороший счет Такой нейтральный Золото еще получили Золото 10 голды взяли Мы ради этого играли В общем Да И вон сыграли Существ Давай сейчас покажем Колоду 15-20 Давай Колоду Это воин 2 В название Мы вложили душу И фантазию И фантазию Да Ну смотрите То есть мы взяли Обычную колоду За пиратов Которая была у нас Только Выкинули оттуда Кучу пиратских карт Только выкинули Вообще оттуда Пиратов Оставили Жуткого корсара Две шатые Оставили дерзкую Две налетчицы Ну сами понимаете Налетчица С кучей оружия Она очень Высокая карта Для двух ман И очень хорошая Корсар Почти всегда Оставится бесплатным Против раша Это очень хорошая Защита против раша Потому что мы Очень часто с оружием То есть С Вот Этим оружием Он 2 манны стоит С этим оружием Он стоит Блин Где она Не на секира Одну манну Чуть у меня В голове ковыряешься Как я холодю А холодишь Я мозг У меня вроде и так Пойдет С арканитовым жнецом Он И с кровавым воем Он бесплатный И Можно очень клево Например На первом ходу Монетки поставить Огненную секиру На втором ходу Двух жутких корсаров Получается очень клево Ну а зеленям Сами понимаете Опять таки Куча оружия Он неплох За 5 маны 5-4 существо Вполне неплохо Ну и к тому же Он очень хорошо Бафает оружие Позволяет вам нанести Во-первых Один лишний удар Во-вторых Ударить больнее Например Кровавым воем Вы наносите Ни много ни мало По герою 16 дамаги С двух карт Это норм Ну и не забывайте Что зеленям С еще на столе стоит Это керн Которого мы нифига не играли Ну керн Есть керн В общем-то Нужна была какая-то Стабилизаторская карта Мы выкинули пиратов Нужна была такая карта За 6 маны За 6 маны У нас ничего нету Керн такая Хорошая такая карта Добротная Добротная Учитывая что Берсеркера хочется Засайлисить Очень редко Когда Селенс доходит До керна Такая неплохая карта Кровавая Понятно 1 Изера Как лейт Рагнарос Кривой как лейт Громаж Который у нас И так был в колоде То есть мы сделали Колоду более лейтовой Добавив сюда Сразу этих карт Мы сразу же Повысили ее Лейтовую тему Попугаев Мы заменили На Собирателей Сокровища Чтобы не было Проблемы с дровым карт Хотя проблемы с дровым карт Были в одной игре Сегодня из 4 Так что нельзя сказать Что это супер важно Ну а дальше Если проходите по картам Добавили бы казнь Потому что она очень крутая Особенно с злым надсмотрщиком Особенно с оружием Который у нас постоянно в руках Можно казнить Практически любую карту За одну ман Но вы практически Всегда убиваете Вражеское существо Это круто Реклама карты Казнь Да Ну под нашу колоду Секира Понятно Рассекающий удар Понятно Хорошие карты Налетчица уже объяснял Надсмотрщик Ну тут вообще без вариантов То есть вы уничтожаете Какую-то карту с одним хп Либо подготавливаете Ее под казнь И еще меняетесь с кем-то Основная наша проблема Это именно раши Поэтому именно так И все расписываю Ну то есть Вы сами понимаете Что тот жрец С майн контролем Не частая ситуация Скажем так То есть конечно Видео оно попалось Он против нас С нашими картами Эффективен Но такие жрецы С майн контролем Попадаются крайне редко И поэтому Его даже не стоит Рассматривать Как прям такого Частого противника Собиратель сокровищ говорил Блок щитом Хорошая карта Которая позволяет выживать Мы очень часто Торгуем лицом Потому что у нас куча оружия Поэтому блок щитом В кассу Разъяренный берсеркер Это ловушка Для сайлансов Чтобы граммаж И другие всякие ребята Отдыхали То есть Например У него Два чувака С двумя хп Мы ставим берсеркера Делаем рассекающий удар За пять манны Мы убиваем двух существ И делаем берсеркера 4-4 Корсар говорил Каркронский воин Отличная тема С рывком В общем-то Ну тоже Хорошая карта Просто хорошая карта Оруженица То же самое Хотя с нереальным количеством У нас оружия Возможно стоит ее заменить Одну хотя бы Можно заменить В принципе да Арканитовый жнец Опять-таки Можно один заменить Либо оружениц Либо арканитовый жнец Зеленянц говорил Кэрн говорил Кровавой Ну в общем-то Про всю остальную колоду Я рассказал Вот колода Собрана нами С нуля Не подсмотренная Нигде Чем я немного даже Горжусь Потому что сейчас Все колоды Они конечно же Они конечно же Кэпи-пасс Тот же Тот же даже Жрец С майнд-контролем Это просто Старый жрец По сути До нерфа майнд-контроля Когда он стоил 8 маны Ну конечно Меня порадовал воин Или кто у нас сегодня был Воин Да Воин с У меня сердце зверя Это конечно Дикая тема Тоже ему Большой респект Колоду конечно же Можно и нужно Дорабатывать Но пока На нашем там 13-ом Каком-то там Ранге Нашем 13-ом Ранге Пока все В принципе Нас устраивает Так конечно Можно взять Боевую ярость Но она не очень Нужна Можно взять Мощный удар щитом Потому что зачастую Все таки Мы на себя Щит какой-нибудь Налепляем То есть Блок щитом Плюс эта тема Вы за Одну по сути Карту Потому что блок щитом Вам дает карту Вы за одну карту Убиваете И за 4 маны Вы убиваете Существо с 5 хп Это неплохо То есть Можно подумать О нем Хорошая карта Вихрь Не очень Внутренняя ярость Я думаю Тоже не очень Подходит Под концепцию Колода Это тоже не подходит Буйство Раненых Существ у нас Маловато Тоже не очень Нужно Командир Командирский Слабоватое Не беру Но отсюда Мы почти все Взяли Кроме потасовки А потасовка В общем-то Хорошая карта Но она Больше подходит Для терпил А мы Все-таки Играем Довольно Активно И поэтому Потасовку Не берем Хотя против Фрэшеров Она бы нам Помогла И против Лейтеров Можно Поменять Одно оружие Можно Поменять Одну Например Оружейницу Орати На потасовку Но Я конечно Знаю Что Многие мои Зрители Неплохо Играют Хардстоун И большинство Из них Наделены Неплохим Интеллектом Так что Вы можете Что-то посоветовать По колоде Я все Комментарии Читаю Соломея Тоже И вы можете Нам что-нибудь Умное Написать И так Глобальную Радость Все карты У нас по две Заметьте Все карты Кроме Кровавого И легендарок Которых по двери Так не запихнешь По две У нас Ну что ж Друзья С вами был Вадим 2К Хаус И Соломея Просто Соломея До новых 2К Хаус